Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Гол и весел. Добрый день, здравствуйте. Это программа «Гол и весел» в студии Голиков и Веселков. Здрасте, еще один раз. Каждую неделю мы рассказываем вам главные новости Кировской области. И вот сегодня набрали очередную порцию. Гол и весел. Жители Михеевщины сами восстановили водоснабжение своей деревни. О, а то все спрашивают, что такое День народного единства? Вот он, День народного единства, в действии. Да, точно, к празднику постарались. Значит, дело-то было как. Два месяца не решались проблемы с водоснабжением в лебяжской деревне Михеевщина. Специалисты никак не могли найти прорыв водопровода, тем более, что проложенные трубы были по территории частного дома. В итоге было принято решение протянуть новую линию длиной в 175 метров от водонапорной башни, пункт А, до основной магистрали, пункт Б. При этом 60-метровый участок горы, а вот, чтобы вы знали, водонапорная башня в Михеевщине находится под горой, три дня рыли вручную сами жители деревни. Они же, едва начав копать, обнаружили и устранили злополучный прорыв. И только на оставшиеся 115 метров им в подмогу догадались подогнать трактор. Типа, знаешь, как бы спохватившись. Ну, как бы к празднику. Ну, как бы копнули 60 метров руками. Кстати, обрати вот внимание на фразу. Едва начав копать, обнаружили и устранили злополучный прорыв. Правильно, то есть они нашли его в попытках найти прорыв, не в беседах там о прорыве, да, о нем на болтовне, а именно начав копать. То есть нашли проблему и решили, и я. Котельнические малолетки тем временем покрасили фронтовика его внучку в зеленый цвет. Ну, молодцы, наверное, или что? Котельниче произошло два случая вандализма, поражающего своим идиотизмом. Может, уже обыденность? Ну, если считать идиотизм обыденностью, да, кто знает. То есть сначала неизвестные малолетки раскрасили в зеленый цвет лицо фронтовика его внучки на плакате, посвященном Дню Победы. Так. А на следующую ночь неизвестные разбили новые урны в сквере у фонтана, да? Сначала разбили сквер. Да. При этом, смотри, несмотря на то, что эти урны-то, они из бетона изготовлены, да, они тяжелые, их в одиночку даже с места не сдвинуть. Так вот, дури в этих ночных неизвестных героев хватило, чтобы протащить одну такую урну, да, около 10 метров протащили, подняли, и еще и выкинули в фонтан. И то есть, видимо, еще и фонтан разбили, да? И, кстати, Котельнич уже такими историями не первый раз гремит на всю область. В том году агрессии несколько раз подверглись установленные в городском парке деревянные скульптуры сказочных персонажей. Нос Буратино от шаловливых ручонок пострадал как минимум 4 раза, а уши 3. Так что для героя «Золотого ключика» даже пришлось изготовить несколько запасных носов. А запасных мозгов там нет? Для кого? Для тех, кто по ночам там пока не видит, ну, гадит, там мимо, у себя, у себя дома гадит, короче, да? То есть им запасные мозги уже не помогут? Запасные сухари им помогут, вот что я думаю. Гол и весел. Перрон. Станции Опарина перегородили шлагбаумом, понимаете ли? Да. Жители райцентра в недоумении. А как быть людям, спрашивают они, потому что теперь здесь ни проехать, ни машину оставить, ни людей встретить, приехавших из района. Но, увы, так решили на железной дороге. И теперь проехать по перрону могут только спецмашины. Ну, скорая помощь, пожарные, полицейские. А ведь еще несколько лет назад речь шла о том, чтобы организовать у вокзала платную парковку. Но земля принадлежит железной дороге, и она, видимо, с поселковой властью общего языка не нашла. Была бы парковка, люди говорили бы спасибо, пишет автор сообщения, которое, собственно, мы вот вам ретранслируем. А сейчас, видя шлагбаум, выражаются, извините, непечатно. Извините, как же интересно они выражаются. Ну вот, а как бы ты выражался, когда тебя встречают, например, там, ну, не знаю, семью из отпуска с котомками, сумками, там, сувенирами, а ты до них добраться не можешь. Носильщиков пускай зовут. Может, сразу под воду, там, лошадей с телегами. Не, ну, погоди, а чего им, что, сервисом подавай, да? Это вот сейчас, когда вся страна тревожно следит за событиями. А какими опять событиями ты сейчас тревожишь? Ну, как, как, Ром, ну, в новостях же было, да? Что, звезды с дельфинами? Новый выпуск посмотрел? Не, не, не. Тиму Билана сняли в художественном фильме в роли белогвардейского офицера. Слушайте, правда, посмотрите трейлер фильма «Герой». Там реально Билан с таким, знаешь, автозагаром в шинели машет саблей и вообще всячески поднимает патриотический дух народа. Короче, очень современная, нужная и очень-очень важная картина. Наш ответ Голливуду. ФАП в поселке Пиляндыш. Есть такой поселок в Ружомском районе. Именно Пиляндыш. Оставил трех кочегаров без работы. Ну, говоришь, да. Дело в том, что Пиляндышевский фельдшерский кушерский пункт вошел в отопительный сезон с новой системой отопления. Так он решил. Они сначала изучили опыт эксплуатации типовых ФАПов. Знаете, сейчас много их новых строят, да? Возведенных в Цепочкине и в Большом Раю. И вот после этого в Пиляндыше решили отказаться от традиционной системы теплоснабжения и оборудовали пункт электрическими колориферами. Современно. А до этого туда тепло поступало откуда? Из котельной, где сезон за один сжигалось до 200 кубометров дров. И еще залежался штат из трех кочегаров. Это расходы. Понимаешь? А теперь, э, мах одной руки, да? И дрова, и кочегары стали не нужны. А сэкономные средства будут направлены на другие нужды районной медицины. Как эта песня-то была? Товарищ, я вахты не в силах стоять, Сказал кочегар, кочегару. Огни в моих топках теперь не горять. Подвиньте скорей, колорифер. Гол и весел. Комиссия по делам несовершеннолетних Оричевского района рассмотрела дело трех девушек, создавших в соцсети неприличную страничку. Молодцы они. Подружки создали в соцсети подставную страничку и стали вести переписку неприличного содержания, оскорбляя свою жертву. А так как в интернет выходили с телефона, то найти их полицейским не составило труда. Одна из злоумышленниц оказалась воспитанной, свою вину на комиссии признала. Сейчас сожалеют о случившемся. Зато остальные две ведут себя вызывающе и даже не признают свою вину, не раскаиваются. И что спрашивается, им жизни-то не хватает. Одеты они прилично, явно хорошо питаются, танцевальный кружок посещают. То есть и питаются, и одеты, и в интернет доступ есть, да? Вот эта новость, между прочим, красноречиво говорит о том, что граждане нашей страны живут хорошо. Вот единственный минус... Нас создают неприличные странички, да? Но эта проблема уже решается. А в остальном у нас все хорошо. У нас так хорошо, что в Кирово-Чапецкой школе даже прошла неделя Америки. Да ты что? Да? Это вот на фоне того, что все хорошо. Причем поводом для проведения американской семидневки в частной английской школе, там в Чапецке есть частная английская школа, стал приезд реальных гостей из США. Джанет и Менли. Hello! Hello, Джанет. При этом каждому из дней недели дети придали особую тематическую окраску. Так в День истории они нарядились в индейцев. Молодцы! Да. В День культуры побывали в импровизированном музее Дикого Запада и в кантри-салуне. Ух ты! Да. Но больше всего школьникам понравилось смотреть вестерн в кинотеатре. Тем более, что к фильму прилагался настоящий поп-корн. Аккуратно вообще. Конечно, да. Нашелся, кстати, на этой неделе денек и для родной сторонки. В День России школьники надели национальные костюмы, рассказали Джанет и Менли о своей родине, спели вместе с ними песню «Валенки» и подарили гостям подарки, как и «Джель» и «Дымко». Вот после таких посиделок иностранцы искренне верят, что у нас тут на улицах сплошные балалайки, медведевьи, и перестройка до сих пор. Ром, согласись, хорошо еще и Киров на улицу Комсомольскую не догадались. Свозить эти вот дома в дымке, показывать. А что, прекрасный обращик нашей удали молодецкой, нашего вот этого развала. Развала, развала. Размаха нашего. Хорошо мы не в Туле живем. А че? А вот просыпаешься ты однажды на привокзальной площади вместо домов гигантские самовары. С вот такими вот краниками. На этом главные новости Кировской области у нас заканчиваются. Программа тоже заканчивается. Встретимся с вами через неделю. У микрофонов были Голиков и Веселков. Пока. Гол и Весел.